В Николаеве выявили цех по производству суррогатного алкоголя. Обнаружили его полицейские, но контрафакт даже не изъяли. И, как выяснилось, заправлял делом человек, близкий к правоохранительным органам. Продолжит Кирилл Ющишин. Очередное злачное местечко обнаружили рядовые патрульные. В небольшом киоске на рынке был установлен самогонный аппарат и тут же рядом прилавок для продажи суррогатного алкоголя. На место прибыла следственно-оперативная группа и представители фискальной службы, которые должны были зафиксировать и изъять весь контрафакт. Об этом налоговики отчитались в пресс-релизе. Написали, мол, конфисковали 400 литров поддельной продукции, оборудования и тару. Но на самом деле оказалось иначе. Все осталось на своих местах. Об этом пишут местные журналисты, которые стали свидетелями происходящего. А сами полицейские после нескольких часов разбирательств уехали в Освоясе. Начальник Николаевской полиции, комментируя этот инцидент, заявил, мол, следователи и налоговики не смогли разобраться, кто из них должен изымать контрафакт. Полтонны самогона остались в ларьке. Дверь на замок закрыл вот этот мужчина. Владельцем цеха оказался бывший полицейский Александр Поворознюк. Его жена до сих пор работает специалистом отдела правового обеспечения главного управления нацполиции Николаевской области. В полиции, уверяют, ничего об этом не знали. Что касается сотрудничества, я скажу, я честно не разбирался. И сейчас пройду и разберусь. Если там действительно мое отношение к сотрудничеству, то я буду принимать свои решения на правду своего проверки. После инцидента ларек закрыт. На двери вывеска выходной. Мы обязательно проследим, каким будет результат служебной проверки полицейских, ведь полгода назад в Николаеве несколько человек умерли из-за употребления контрафактного алкоголя. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.